Положите тысячу долларов и заработаете миллион. Я понимал, что мои фотки говняные. Ты сказал, что ты шаришь в этой теме, ты. Первый мой продукт, кстати, был вибратор. Я думаю, что ребята интересно это будет посмотреть. На Амазоне я не продаю. Сложно говорить и заготовленную речь, потому что... Хочешь заработать, то мы все. Друзья, привет. Сегодня будет мега полезное видео. Можно сказать, это будет подкаст с интересным и креативным фотографом Ярославом Франциско, который делает очень крутой фото- и видеоконтент для Амазон-продавцов. И я постараюсь узнать у Ярослава больше информации о том, как сделать самый красивый листинг и стать бестселлером. Помимо этого, Ярослав покажет свои работы и поделится лайфхаками. Ну, я надеюсь, что поделится. Ярик, привет. Итак, лайфхаки и топ-контент сегодня будет или нет? Я постараюсь, чтобы он был. У меня, к сожалению, не так хорошо поставленная речь, как у тебя. Я не смогу поддержать вот этим вот таким прекрасным вайбом. Но надеюсь, что это будет полезно. Отлично. Слушай, я на самом деле тебя уже давно знаю, хотя мы лично знакомы около года. Но в целом я вижу как бы и наблюдаю в Амазон-сообществах, где ребята постоянно советуют тебя, как крутого и классного специалиста по фотоконтенту. Но в основном меня смотрят это ребята, которые только начинают запускаться на Амазоне или только думают запускаться на Амазоне. Давай ты немножко расскажешь о себе, как давно ты уже продаешь на Амазоне, если ты продаешь. Как давно ты занимаешься фотографиями. И в целом немножко о своей команде, возможно, расскажешь. Итак, на Амазоне я не продаю. Но знаю об этом достаточно много. Что я могу сказать о себе? Я занимаюсь фотосъемкой уже лет 15. С 2016 года я начал снимать непосредственно для Амазона. Первый мой продукт, кстати, был вибратор. Дилда, который, собственно, оказал мне дорогу в этом направлении. О себе я могу сказать, что из фотографа я скорее перетрансформировался в эксперта по визуальному контенту. Потому что мы занимаемся, ну я занимаюсь не только фотографией, но мы создаем концепт, занимаемся ресерчем, ну то есть ниши и конкурентов. Вот, высматриваем негатив, позитив. И с этого только мы составляем условно план съемки. Поэтому, ну, наверное, назвать меня просто предметным фотографом это не совсем правильно уже к этому. Приклеен другой багаж знаний и опыта. Вот. Касательно команды, да, у меня есть команда. Мы являемся мини-продакшеном. Вот. То есть команда состоит из ретушера, стилиста, визажиста, продюсера съемки. Ну, то есть достаточно серьезный подход. Слушай, а ты подсчитывал за столько лет, сколько ты, ну, сколько вообще ты сделал работы? Или вообще, сколько твои листинги, да, приносит денег, как бы, да, их владельцам? То есть, как бы, какие там продажи? Были какой-то у тебя такой подсчет? Я где-то слышал. Мы подсчитывали бестселлеров, вот, которые там были когда-то, да. И вот, ну, очень сложно подсчитать эту сумму, потому что она варьируется, вот. Ну, она приближается, там, к 30-33 миллионам долларов. Круто. Ну, я надеюсь, мы сегодня посмотрим некоторых бестселлеров, которых ты можешь показать, да? Я понимаю, что есть ребята, которые не все хотят делиться. Которых я не могу показать, к счастью. Вот, моему мне разрешили показать некоторые, которые, кстати, сегодня получили бестселлер. Круто. Вот, да, я потом все покажу, вот, и расскажу, как мы строили концепцию. Отлично. Супер. Давай начнем с того, какие тренды ты сейчас видишь вообще в плане фотоконтента на Амазоне. На что стоит обратить внимание ребятам, да? Потому что в Амазоне постоянно все меняется. Фотоконтент, какой-то функционал постоянно. Вот Амазон никогда не стоит на месте, да? Вот что ты видишь сейчас, на что лучше сфокусироваться вот в области фотоконтента? В области визуального контента сейчас стоит сфокусироваться, например, на таком инструменте, как бренд-стори. Это инструмент, где вы можете рассказать историю, бренда, видение, ну, то есть видение, да, миссию бренда, ну, собственно, утяжелить вес вашего продукта, вот, ну, или бренда в целом. Имя в виду, если у вас там один продукт, то все равно это стоит, да, этот инструмент использовать. И, кстати, многие его используют таким образом, что они туда кидают вариации своих товаров, ну, какие там у них есть такие, но мне кажется, что это не очень круто. Я бы скорее рассказал там действительно историю, миссию бренда, что вы не просто там барыга с Алиэкспресс. Слушай, ну, бренд-стори – это, я так понимаю, какой-то отдельный блок, который есть на листинге, да? Он, я так понимаю, находится вот в районе А плюс контента. Да, это вначале самый первый блок А плюс контента. Ну, вернее, над А плюс контентом, над хидером, там есть выше бренд-стори. Вот, мы можем там сейчас или позже посмотреть, вот как они выдают. Ну, давай, давай, наверное, сейчас посмотрим и заодно там, если есть что еще обсудить в плане тренда, заодно посмотрим, если ты можешь включить демонстрацию экрана. Итак, давайте посмотрим на бренд-стори. Значит, у нас есть листинг. Вот, вот такой вот. И здесь вот этот блок. Вот, from the brand. И здесь вы можете рассказать там про, например, про ваши продукты, либо же сюда добавить красивые, ну, то есть красивую историю вашего бренда. То есть здесь можно карусель делать, правильно я понимаю? Да, здесь можно делать карусель. Еще, что очень круто и очень здорово работает – это Super Premium A+. Вот. Выглядит он вот так. Он есть тоже у этого продавца. Вот, то есть это вот такие огромные-огромные изображения. Вот, то есть вы сюда можете добавлять видео. Круто. Вот, прямо вот. Дальше у вас идет блок, где вы можете добавлять карусель, ну, то есть инфографику расширенную, да, что он умеет. То есть, в факте, это еще один листинг. Вот. Куча вот таких блоков, которые можно ставить бесшовно, да, то есть у вас вот такой вот крутецкий, очень жирный лендинг. Вот. И этот инструмент грех не использовать. Сто процентов. Да, но касательно его архитектуры, это очень сложная задача, скажем так, ну, понимать, что вы будете показывать. Как видите, контента здесь предостаточно, соответственно, ну, то есть это a little bit pricey. Ну, конечно, такой фотоконтент будет стоить побольше, чем обычный a+. Не только фотоконтент, но и создание вот этой всей архитектуры, копирайтинг, слоганы и, собственно, то, что продает. Ну, реально выглядит, как ты говоришь, лендинг пейдж. Очень круто выглядит, потому что, если сравнить с обычным a+, вот этими обычными блоками, ну, просто небо и земля. Да, я могу показать еще один шикарнейший... Премиум? Супероплод. Он, да, он гораздо круче, чем вот этот. Давай. И, да, там можно... Если этот был искусственно сделан в искусственном интеллекте, вот, и 3D, то вот это настоящая фотография. Грильная. Да, это гриль. Видео. Вот. Карусель с шикарнейшими просто фотографиями еды, которые просто заставляют купить. Да, я чувствую этот запах. Уже хочется реально... Слюнки текут при виде этих фоток. Да, именно так должны выглядеть фотографии, которые продают. Еще один тренд, который я наблюдал, это фото 360, да, ну, или 3D-рендер 360. Очень клево работает. Вот, он доступен, по-моему, тем, у кого есть бренд-регистер. Я не уверен, ты, может, поправишь, Андрей. Да, 100% доступен. И, кстати, не во всех нишах, по-моему, это есть возможность 360 добавлять. Не во всех нишах. Но если, друзья, если у вас в этой вашей нише, в вашем продукте есть возможность, делайте обязательно. Ярослав, мы можем какие-то посмотреть примеры, да? 360? Да, ну, вот, хотелось, например, выглядеть оно вот так. Вот, то есть, оно крутится, и, ну, то есть, вы можете видеть весь продукт. Вот, как он, ну, собственно, как он бликует, какие материалы, да, нет сомнений. То есть, эти фото, вот, это моя работа. У вас специально был выбран сложный элемент, вот, который весь бликует. Его очень сложно снять, но, тем не менее, по-моему, выглядит отлично. Я не буду делать вот так. Сейчас. Вот так. Оп. Слушай, а если не 3D-рендеринг? То есть, допустим, есть продукты, которые не очень по 3D-рендеринг, по 360, да? То есть, если какая-то одежда там или еще что-то. Есть какие-то другие варианты, как это можно сделать? 360? Ну, одежда, ну, просто одежда, например, можно снимать на манекене, да, с человеком, условно. То, что вот он будет купить на специальном девайсе, да. Конечно, есть такая возможность, можем это сделать. Отлично. Ребята, вот хотел добавить по поводу еще предыдущего премиум А+, как его получить, потому что не все сразу получают доступ к премиум А+. Для того, чтобы у вас был премиум А+, у вас должен быть сначала обычный А+, да, там, с 6 блоков, допустим, и брендстория, о котором Ярослав также говорил. Вот когда у вас это все будет, и потом со временем Амазон вам откроет доступ к премиум А+. И вы, как вы видели на примере, Ярослав показывал, что там, конечно же, разница прям колоссальная. И это максимально повышает вашу конверсию, когда человек опускается на этот премиум А+, когда ваш листинг выглядит как реальный лендинг, где вы можете видео крутые добавить, куча разных фотографий, карюсели, менюшки делать. Ну, блин, это реально очень круто выглядит. Поэтому это must-have. Окей, слушай, давай посмотрим работы, твои работы, которые ты можешь поделиться с нами. Давай начнем с бестселлеров, самого интересного. Итак, вот, наверное... Так, это бестселлер, я вижу, да, вот этот бренд, как он называется, так не видим. Траванда. Траванда, окей, то есть круто. Если вы зайдете в Амазон и напишите wallet, вот кошелек, то, скорее всего, он будет бестселлер, да, они там передергивают постоянно, но сбой идет очень на банки. Вот, и, собственно, если мы проанализируем его продажи, 83 944 единицы в месяц. В месяц, и он продает по 30 долларов кошелек. Так, мне сразу цифры. 8 на 3, это больше... Сколько это? Больше 2 миллионов, я так понимаю, да? В месяц продает. Если мне это не подводит калькулятор. Ну, собственно, если мы прям листинг, то этот листинг складывается в нашей концепции, которую мы, да, писали. Это, собственно, wealthy, да, американец, который пользует этот кошелек. То есть вот у нас инфографика, которая состоит из фотографий, сравнение с таким более толстым, имиджевая фотография в форте мустанг. Чисто американская тачка. Да, чисто американская тачка, да, потому что кошелек темный мы подобрали парня в светлом костюме, надели его, да. У этого кошелька есть особенность, то, что у него он... Короче, он блокирует RFID. Да, это тема вот этого фишинга, да. Собственно, вот мы злодея надели в перчатку. Вот, и показали подарок. Вот, в этой, ну, вот этому заказчику мы даже не делали А+. Слушай, вот сколько такая фотосессия, извините, я перебью. Вот, просто мне интересно по деньгам, вот сколько, ну, если ты можешь там сказать, сколько ему обошлось. Да, я могу сказать, этот листинг обошелся в районе, там, наверное, со всеми арендами, там, в районе 1600. Ну, это без А+, потому что, да? Да, это без А+. Вот, там, за счет автомобилей, да, две модели в кадре. Вот, там, стилист, визажист, и все вот эти... Ну... Круто. И продает на 2 миллиона вообще. Да, и эту съемку мы делали года три назад. То есть он уже три года... А, это уже три года вы делали. Скажем так, обновляли, я так понимаю, да? Вот, сегодня в этой нише получил еще один мой клиент бестселлера. Я вижу, тут в нише кошелька уплодишь бестселлером. Да, вот, можете посмотреть, да, это вот такой вот карбоновый... Соракс, да, бренд? Да, бренд называется Соракс. Вот он продает 35 тысяч единиц. Жесть. Да. А, и, собственно, контент у него тоже весь из фотографий. Вот, то есть мы взяли, опять же, автомобиль. Да, потому что, ну, кошелек карбоновый, и вот он ассоциируется вот со спештивными тачками. Вот, и, ну, показали, толстый кошелек, тонкий кошелек. Сравнение, то есть то, что такой же кошелек, там, конкурента стоит 90 долларов, а наш кошелек стоит, там, меньше 40. Вот, вот, имиджевая фотография, как он смотрится, и, опять же, подарок. То есть делали в другом стиле, чем... А плюс делали здесь? Здесь старый, а плюс мы его будем переделывать. То есть мы переснимали. Слушай, вот скажи мне, пожалуйста, то, что я замечаю, мы до этого с тобой смотрели как-то листинги, по-моему, гриля, вот, там вот первая фотка, она была, вот, сам формат, да, она такая маленькая, квадратная была. Здесь огромнейший, огромнейший, да, формат, большие фотографии, ну, как-то намного лучше выглядит, чем та. Да, я просто не... Это чего зависит? От ниши или от формата фотографии, возможно? Зависит от формата фотографии, но дело в том, что мы проводили эксперименты с вот этими фотками, вот, и до конца непонятен алгоритм, потому что в некоторых нишах я добился того, что эта фотография чуть ли не на весь экран, вот. Если мы используем тот же алгоритм в другой нише, то фотография, ну, то есть она получается меньше, чем квадратная, вот, и зависит еще от девайсов, на которых оно показывается, то есть, например, на макбуке она большая, а на письюке она маленькая, вот. И, ну, то есть, некоторые мои клиенты говорят, давайте делать золотой квадрат, это что-то между, вот, где, ну, то есть зачастую мы делаем квадрат, но можно экспериментировать и с вот этим вертикальным разрешением, вот. Ну, это такой эксперимент, что нужно условно тестить, да, и тестить это еще до того момента, как вы по факту там что-то начнете снимать, потому что композиция разная под квадрат и под, ну, прямоугольник. Ну, слушай, в любом случае больше, ну, как бы то, что я замечаю по статистике, по своей, не только, в основном, ну, большинство, как бы, людей заходит с мобильной, да, то есть покупают с мобилки больше, чем с веба, да, потому что с компьютера никто не покупает практически, вот. Вот, поэтому, ну, конечно же, фотография играет важнейшую роль, особенно главная фотка, потому что, когда она маленькая или когда она крупная на весь телефон, то, конечно, как бы, ты можешь увидеть больше деталей этой фотографии, да, и тем самым реклама лучше начинает работать, потому что, как бы, фотография, когда человек переходит на листинг, то, соответственно, как бы, качество фотографии очень сильно играет большую роль. Окей. Давай посмотрим еще какие-то работы. Наверное, можно посмотреть их, можно посмотреть у меня на сайте, вот, сайт francisco.net. Я, кстати, тоже оставлю ссылочку на сайт ниже под видео, потому что друзья могут посмотреть. Спасибо. Вот. И что касается, там, например, каких-нибудь следующих, да, работа, там, с 2017 года, вот, понятненько, он был бестселлером, вот, это листинг, созданный практически на белом фоне, вот. Сейчас на данный момент продаж на 2482 штуки, но там пару лет назад он болел нормально, да, и сейчас опять начинает раскачивать. Как бы, я думаю, что бестселлер-то тоже не загорает. Ну, то есть, 17-й год, да, ты говоришь, фотографии делали? Да. Уже столько лет прошло, то есть, каждый год, друзья, менять не надо фотографии, потому что были когда-то какие-то комментарии, даже нужно нам каждый год менять фотографии. Я говорю, нет, как бы, это, по сути, разовая инвестиция. Понятно, что там раз в пятилетку желательно там поменять, да, но не каждый год, правильно я говорю? Да, ну, то есть, их нужно менять, когда они перестают работать, когда они работают, и нет ничего там лучше, условно, в нише, или вы там не улучшаете, или там никто вам не давит на пятки, вот, то зачем трогать то, что работает? Ну, или вы просто любите общение со мной, просто вам покачки, которые любят просто давать, чтобы снимать. Да, да, похоже, давай, погоди. Давай снимать. Да. Слушай, я замечаю вот такую фишку в твоих листингах, вот то, что ты показывал, вот этих предыдущих двух, на этом, то, что ты показываешь мы, мой продукт и другие. Ну, такое какое-то сравнение, то есть, это, я так понимаю, очень, ну, как бы, важно показать, да, то, что мы лучше, чем, там, конкурент, да, у нас, там, не знаю, там, что-то лучше качество, что-то, там, более тонкий кошелек, там, или еще что-то, правильно я понимаю? Да, абсолютно правильно, мы зачастую это делаем, когда есть, что, ну, то есть, сравнить, да, это, там, например, без продукта и с нашим продуктом, вот, или лучше это делать с каким-то, там, ну, то есть, если у вас продукт улучшен уже чем-то, да, там, у вас, например, ручка, то мы берем конкурентский продукт, ломаем там ручку, вот, замазываем, что это конкурент, чуть-чуть его меняем, так, чтобы это было понятно, что это вот тот чувак, вот, но пальцевый, мы не показываем, и, собственно, вот у нас, там, жизнь человека до нашего продукта и после, вот, эта фишка хорошо работает, но, опять же, она работает, если вы продаете продукт, скажем, дорогой, вот, или в сегменте лакшери, то туда не нужно это делать, вы не можете прийти в автосалон, вот, вы пришли в автосалон Bentley, к вам не прибежит продавец, они начнут сравнивать машину с BMW, да? Вот, блин, я думаю, что нужно и в премиум сегменте. Нет, в премиум сегменте вы премиум, да, вот сначала заходят понты, потом еще раз понты, потом ваш листинг. Супер, слушай, а как ты считаешь, вот, еще, мы еще посмотрим чуть больше листинга двоих, да, ну, такой вопрос, стоит ли, вот, делать сайт, да? Однозначно, то есть я бы рекомендовал, если вы начинаете в области, ну, Амазона, вы попробовали, там, первый продукт, у вас получилось, вот, или вы серьезно настроены, то я бы рекомендовал делать брендбук, вот, это изначально та книжка, которая, ну, скажем так, там есть ваш логотип, ваши шрифты, ваши цвета, философия бренда, коммуникация с клиентом, идеальный клиент, да? Тону в войс, это то, как мы общаемся с клиентом, на ты, на вы, уважительно, понебратско, да, это очень важно, вот, ну, то есть голос, скажем так, голос бренда, вот, и потом оно вам в дальнейшем помогает отстроить всю архитектуру, это такое, как фундамент, вот, если у вас нет этого фундамента на первом продукте, ничего страшного, просто очень дорого, когда у вас там запущено, там, 7 продуктов, да, каких-то, вот, вы хотите продать условно ваш брендбук, вот, и понимаете, что вы начинали с туалетной бумагой, и в вашей компании магазин называется рулончик, вот, а продаете вы в этом своем рулончике уже, там, я не знаю, защищенный кейс на айпад последний уже как-то не стыкал, не стыковывается, да? Да, и такие компании просто потом тяжело продавать, вот, несмотря там на иных контент, ну, в общем, скорее всего, выберете какой-то там кейс, кейс лоджик или кейс про, вот, или там кейс x, вот, который там специализируется только на аксессуары, там, например, на чехлы для телефонов, то есть вот, я бы, если бы я начинал свой, ну, скажем так, свой там продукт или свой бренд на Амазоне, я бы именно строил, что, например, если я продаю канцеляр, канцелярскую продукцию, то у меня там магазин или бренд, ну, все с ним связано, вот так, чтобы, но имело либо нейтральное название, вот, либо же то, что связано непосредственно с канцелярией, да, вот. Ну, желательно заранее продумывать линейку продуктов, которые в будущем, там, через 5 лет, да, там, как я вижу, что это? Желательно, если вы начинаете, там, например, в оправу для очков, вот, понимать, что вам эта ниша нравится, вы бы хотели в ней там двигаться, вот, и вот вы будете заниматься, например, оптикой, вот. Ну, или хотя бы, там, ну, какое-то нейтральное название, что есть у вас там оправы не зашли, вы можете там продавать что-то другое, вот, но лучше не называть там душка. А, что, есть такое имя, я же знаю. Да. Слушай, круто, а вот по поводу сайта эти спрашивал, да? Да, и у вас, условно, уже крутой продукт, вот, у вас, вы там планируете заниматься, там, супер премиум А+, вот, то, как вы видели, супер премиум А+, это и есть огромный лендинг, вот, создание лендинга, это недорого, ну, то есть, по сравнению с контентом, который на нем будет, вот, и если у вас, ну, то есть, уже есть этот контент, там, например, вы его получили, вы создали А+, да, например, или у вас есть крутые фотки листинга, то вот из этих, там, фотографий вы можете сделать очень клевый сайт, который там должен индексироваться, и если человек, там, уже нашел ваш продукт на Амазоне, он там видит, ему он понравился, да, и он там стоит не три копейки, вот, то в любом случае, вот, там, если он гуглится, то вам это еще плюс к вашим продажам, потому что, ну, конечно, да. Слушай, давай еще посмотрим, может, парочку работ, я так видел, там у тебя больше работ, да? Да, есть. На самом деле, я думаю, очень интересно, и в целом по продажам посмотреть, потому что, я думаю, что ребятам интересно это будет посмотреть, и по стоимости заодно поговорим. Да, видно, да. Окей, ну, вот, например, ниша розжигов, да, это не, то есть это не супердорогой листинг, вот, то есть я уже не помню, сколько он стоил, но он стоил до тысячи долларов, ну, то есть там... Ну, это давно, я так понимаю, это фотка, да? Да, да, это тоже давно, года, 3-4 года назад, если вы зайдете в эту нишу, вы увидите его там, да, и получается 2136 продаж в месяц. Да, я понимаю, вы сейчас скажете, что фигня по сравнению, там, с 80, да, с 36, но я думаю, что 2000 единиц продавать в месяц, это тоже совсем... Конечно, это хороший результат, ну, это очень круто. Вот, здесь мы использовали фотографии, вот, на американском гриле, вот, мы показали высоту пламени, да, что важно, сколько оно горит, инфографика продукта на, ну, скажем так, простых фотографиях на черном фоне, то есть они детализированы, они классные, они красивые. Вот, мы использовали американский керамический гриль, вот, и, собственно, показали, как эта штука работает, вот, не совсем крупным планом, потому что, ну, скажем так, вот здесь вот были уже крупники, вы на них насмотрелись, да, здесь мы передаем атмосферу, да, какую-то, вот, что, ну, то есть разжигает, да, вот, и это работает. Они должны быть клевые. Вот, опять же, щетки, да, которые снимались тоже, там, года 4 или 5 назад, 3000, 3000 продаж, вот, опять же, ну, то есть инфографика, да, щетка, условно, для чего она предназначена. Друзья, я тебе перебью, инфографика, просто, может, многие не знают, что такое инфографика, то есть это все эти текста, да, вот, если ты можешь пояснить буквально вкратце, что такое инфографика, потому что... Инфографика, это там, где вы разбираете технические характеристики продукта, да, так, ну, вот, допустим, мы продаем вот эту ручку, да, и вот вы показали заглавную фотографию, и дальше вы разбираете, да, что вот у нас есть позолоченная пимпочка, вот, отводите от нее стрелочку, и, ну, то есть человек, то есть показываем ее размер, например, вес, да, то, что она там условно сбалансирована, да, вот идеально. Вот, и, ну, все вот эти, то, что она там сделана из какой-то там супер драгоценной смолы, вот, что у нее узнаваемый там колпачок, вот, вот это вот все вы, там, толщина стержня, например, да, что она, ну, наверное, 3 миллиметра, да, и шикарный, золотой наконечник, вот, это все вы указываете в инфографике, вот, сейчас, ну, последняя тенденция, если посмотреть там мои какие-то последние, работают, вот, потому что я вам сейчас показываю старые, вот, которые крутые, но новые, они еще круче. А мы можем новые посмотреть? Да, мы сможем. И кто там разрешает показать, было бы круто, я думаю, посмотреть, как, которые, потому что все основные фотографии мы с 3-летней давности, 5-летней давности, да, потому что эти ребята разрешают, я так понимаю, вот. Вот, ну, может, мы посмотрим что-то из последних, я думаю, это будет интересно. Да, вот, например, одна из свежих работ, да, это айзер для обуви. Шуцбоксы. Да, боксы. Вот, безумно красивая съемка, мне она очень нравится, вот, здесь есть несколько вариантов, ну, вот, главное там, где, то есть, дверцы видны больше, ну, и чуть-чуть меньше, что такое. Да, вот, да, разницу, да, это было достаточно сложно. И дальше у нас вот такой вот листинг, то есть мы показываем, как это смотрится в интерьере с кроссами, вот, опять же, эмоциональный кадр, которым человек, ну, условно, пакует свои кроссовки в ящик, вот. И здесь, вот, собственно, мы еще разбавляем какие-то преимущества, ну, еще дополнительные. Здесь есть небольшое место для кружка. Инфографика, да? Ну, это как инфографика, я не могу это назвать инфографикой, вот, но еще вы можете там сказать, еще у нас есть дырочка для пальцев. Вот, да, то есть, легкая сборка, да, что эту штуку легко собрать, ну, то есть, показываем счастливого человека, собирающего наши ящики, да, которые там не разваливаются, они реальные, реальные, ну, то есть, это не 3D, вот. Вот, ну, люди видят, что это именно то, что они получат, вот. Круто. Опять же, еще одно преимущество, что они между собой крепятся, ну, то есть, можно, ну, то есть, делать разные... Конструкцию. Да, конструкции. Вот, разная конструкция мы не стали снимать, потому что, ну, скажем так, было over budget, вот, но вот это мы показали в А+, ну, там, в А+, например, и здесь, что они закреплены между собой. Вот, и вот графика, которую мы стараемся делать, то есть, это лайфстайл, изображение, да, вот, на которую интегрированы все эти размеры. Мне такое решение нравится гораздо больше, чем просто тупо на белом. Да, согласен. Вот, и здесь, кстати, вот о том, что ты спрашивал раньше, это, ощути разницу, да, то есть, вот это засранный шкаф, скажем, до шус-органайзеров, да, которые... Да. ...бил этот счастливый человек, и вот, собственно, как его шкаф выглядит... Ну, это топовая фотка. Для меня лично это топовая среди всего, честно скажу, я прям смотрю и кайфую, очень все круто сделано. Прям круто. Вот, и опять же здесь вот такой вот А+, который мы делаем, который, ну, скажем так, трансформируется в блендинг, да. Угу. Да, все логично, блоки, да. Да, это вот такие блоки, то есть, там, первый заглавный блок, вот, где у вас есть продукт и человек, потом какие-то там преимущества, да, мы разбавили так, чтобы это было не сильно перегружено, мы добавили там фотографию на белом. Вот, разные варианты использования, что подходит для женской обуви, легкая сборка, вот, опять же, там другая вариация, фотография, что их можно построить в большую колонну, вот. И последний вариант, это счастливый человек с продуктом на фоне, да, для добития, потому что улыбка всегда, да, заставляет человека, ну, скажем так, вот, чувствовать, как, ну, скажем так, вот, скорее, покупатель будет хотеть себя почувствовать так, как себя чувствует этот парень на фотке, он захотит такие же кроссовки, вот. Вот, чтобы вы понимали, реквизиты здесь на 3 тысячи долларов. Только одни реквизиты, но эти реквизиты, они, как бы, возвращаются, или, как бы, как это работает? Да, ну, то есть, мы их, условно, берем в аренду, да, это стоит денег, вот, наша стилистка, ну, смогла... Договорить. ...обменяем это о стоимости, вот, и, ну, то есть, удалось их взять и потом, ну, вернуть. Ну, а в целом, такая фотосъемка с, вот, из последних, да, потому что мы смотрим одну из последних, с А+, с контентом, какая цена вот такой съемки? Она была больше, чем 2, по-моему, 800, вот эта съемка конкретно. Кстати, хотел тебя спросить, а это правда, что ты фоткал бренд Pix? Есть такой известный украинский бренд, стартап, можно сказать. Да, это правда, вот, мы снимали две компании, две компании для Pix, вот, это первый рюкзак, это для взрослых, ну, то есть, стандартный, а второй, это были, да, цветные, цветные рюкзаки для, ну, скажем, детские, да, они были цветные, прикольные, чуть поменьше, вот. И вот второй детский рюкзак, если мне память не изменяет, они собрали на разных площадках около 700 тысяч, вот, на Indiegogo, по-моему, 350, да. Да, и на Kickstarter, на Kickstarter еще где-то они пособирали, вот, они должны были заключить контракт с Disney, вот, прикольно. Да, те, которые мультики делают, и с Citroёn, вот, потом там что-то пошло не так, вот, по-моему, эту компанию сейчас продали. Ну, я как-то интервью смотрел, в Ютубе о них узнал впервые, не помню, кто-то снимал какое-то интервью, и потом как-то случайно увидел, что, как бы, ты фотки эти делал, думаю, ничего себе. Да. Слушай, вот мы заговорили за цену, да, вот, ты знаешь Дима, с которым я недавно, летом делал видеоинтервью, да, и он в этом интервью говорил такую вещь. Ну, мы делали расчет бюджета, сколько он там потратил инвестиций, там, в итоге, по-моему, в районе 15 тысяч обошлось, ему запуск на Амазоне. И он говорил, что вот фотографии, он делал топового фотографа, это его слова, и он заплатил 2,5 тысячи. Я нашел топового фотографа, как по мне, у меня получились топовые фотографии. Фотосессию заказал Ярослава Франциско. Я считаю, что это тоже оправданная инвестиция. И какая сумма была инвестиций в фотосессию? 2 тысячи 300 долларов. И потом были комментарии у меня под видео, что, мол, очень дорого для фотосессии, 2,5, да, вот. И таких комментариев было 3 или 4, как бы не один, да? Да, знаете, ты знаешь, Диме безумно повезло, вот, потому что его съемка должна была стоить на 300, там, 50 долларов дороже. Вот, почему? Потому что я ему забыл посчитать вот этот стул, который мне пришлось купить на эту съемку, да? А это во фуру, который ты арендовал. Да, вот, вот этот стул, он остался, вот, ну, вот, я ему оставил себе, и Диме не говорил про это, вот, что я забыл посчитать. Вот, но тем не менее, эти 2,500 это цена не за съемку, это за полный спектр услуг, которые включают в себя подготовку концепта, работу стилиста, работу визажиста, аренду локации, аренду второй локации для предметной съемки, 3D-рендер за главной фотографией, аренду той же фуры, аренду инвалидной коляски, аренду бабушки, которая будет сидеть в инвалидной коляске. Да, просто, понимаешь, вот такая история, очень многие ребята, ну, которые ко мне обращаются, да, за консультацией, ну, мы разбираем их листинги, смотрим, в чем проблема, почему нет продаж, ну, в основном, это основной запрос, да, что нет продаж, запустились, и один из моих первых пунктов, который я говорю, что нужно улучшить, потому что там, как бы, есть список, да, там, ключи, ключевые слова, там, окей, все остальное, но один из самых основных — это фото. Я потом спрашиваю, сколько вы потратили на фотографии, потому что фотографии, вижу, ужасные, какие-то стоковые, даже и 3D-рендерингом сложно назвать, да, как правило, там, тысяча долларов, полторы тысячи, плюс-минус то, что они тратят. И это, как бы, ну, печально, потому что ребята тратят эти деньги, попадают на то, что они не продают, или реклама, стоимость рекламы просто какая-то космическая, вот, и теперь им приходится все заново переделывать, да, и это еще дополнительные там деньги, вот. Это к тому, что, вот, ну, многие ребята считают, что это дорого, но, поверьте мне, лучше сделать один раз — это классно. Давайте обсудим так, да, вот, если мы берем Димину съемку, у Димы топчик, ну, то есть он там захотел листинг, А+, вот, да, ну, то есть вот весь полностью набор, да, вот, из этой съемки можно убрать А+, вот, то есть иметь говеный, ну, то есть говеный листинг и А+, вот я бы выбрал иметь классные фотографии, потому что, как вы видели, на примере Траванда он вообще работает без А+, вот у него говеный А+, да, вот просто, типа, блевану. Вот, вот, но зато у него жирная фотография, потому что А+, там улучшит вам продажи на, там, 15-20%, да, вот, но если у вас говеный, говеный листинг, то вам не поможет никакой А+, да, вот, если у вас будет говеный листинг, и вы сделать охрененный А+, просто поверьте, никто до вашего А+, даже не, ну, не дойдет, не до строя, да, его выкинуть, это все равно, что если мы сделаем, там, говеные. Они просто даже не перейдут, чисто элементарно. Да, поэтому вы можете заказать просто, ну, там, условно, у кого-то, да, сделать охрененных 6 фотографий, вот, продумать отлично маркетинговые тексты, которые вы поставите на эти, на эти фотки, ну, оформление, да, и будет вам счастье, вот. Вот, а плюс вы будете, ну, улучшать потом, если у вас, там, нету условного бюджета, сделать это сразу. Да, вы заплатите, условно, там, больше, потому что нужно будет организовать еще одну экстрасъемку, да, выгоднее это заказывать, ну, то есть, условно, там. Не, ну, выгоднее будет. Ну, да, потому что, там, вы сэкономите какие-то там деньги еще дополнительные на модели, на визажисте, на стилисте и вот эти вот штуки, да. Ну, оно кажется, там, понты, но потом оно, там, какую-то, условно, там, там, 800 долларов можно сэкономить, да, если это делается. Все, да, в одном, вот, потому что организовать еще одну съемку, например, только для А+, вот, это, ну, та же работа, да. То есть, даже если она, там, через два дня, условно, то все равно вся команда, то есть, делает, ну, абсолютно X2 все. Вот. Согласен. Слушай, ну, вот даже по своему примеру расскажу, ну, ты не помнишь, да, эту историю, но когда я начинал, где-то четыре года назад, плюс-минус, уже точно не помню дату, я искал топовых фотографов, да, у меня была какая-то сумма, там, по-моему, 8 тысяч долларов, плюс-минус. И я искал по Facebook с обществом, писал, ребята, посоветуйте классных фотографов, да, и там куча комментариев, миллион, и ты там тоже был. Вот. Я смотрел твои работы, мне понравились они, тем более там был, была одна работа моего конкурента, да, это diaper bag был, сумки для подгузников, для мамочек. Вот. И мы с тобой даже делали Zoom-звонок, четыре года назад было. Но у меня было тогда 8 тысяч долларов, да, точно не помню цифру, где-то 8. И мы с тобой что-то пообщались, и тоже цифра была что-то около 2000 долларов съемка. Ну, ты не говорил точную цифру, но ты этого не помнишь. Вот. Но суть в том, что тогда я решил работать с другими, которые мне сказали за тысячу, понимаешь? Но когда я увидел эту работу, и я понимал, что мои фотки говняные, они хуже, чем у моих конкурентов, реально хуже. А моя задача была делать лучше, это были последние деньги, там, я уволился с работы, короче, и все, давай там, амазон заплатил. Там была, да, вот задача, скорее всего, неправильно тобой построена, да, ты прислал мне, скорее всего, какое-то, да, вот, сколько стоит, да. И отвечаю, что средняя цена, ну, действительно, средняя цена, там, листинга, а плюс, там, получается, там, в районе двух штук, да. Да, ну, конкретно тот товар, про который ты говоришь сейчас, там, съемка была не такой дорогой. Да, я не знал, понятно. Если бы, условно, там, человек позвонил и сказал, что Ярослав, у меня есть, там, тысяча долларов, вот, давайте сделаем, там, условно, листинг какой-то, да, я, ну, влезу в эту сумму, вот, ну, условно, чтобы сделать, там, более-менее нормальный контент, там, который может, там, с кем-то тягаться, да. Ну, то есть, это не будет, то есть, условно, это не будет топ, который, там, мы можем сделать за три или четыре, но это будет контент, с которым вас будет, там, тяжело побить, да, вот, скажем так, не лучший контент в нише, там, третий. Но суть к тому, что, нет, должен быть лучший, должен быть топовый. Нет, тогда у вас должны быть деньги. Вот так вот, то есть. Ну, это тоже, ребятам говорю, что, ребят, вы должны понимать, что это все стоит денег и запускаться, там, если вас, там, 4-5 тысяч долларов, лучше еще поставить, поднакопить и уже полноценно нормально запуститься, чтобы у вас был бюджет и не только на фото, но и на рекламу. Но суть к тому, что, вот, продолжаю свою историю, то, что в итоге я это переделывал, да, там, через полгода, там, плюс-минус, я перефоткивал некоторые фотографии, особенно главную, потому что она мне просто не нравилась. У меня очень были ужасные показатели по рекламе, сумка оказалась слишком большая, чем она есть на самом деле, я там уже пытался и так, и так, то есть в итоге там что-то доплачивал, доплачивал, в итоге мне там обошлось в сравнении двух тысяч это все, как бы, доработать, да. Поэтому лучше уже сделать один раз, но сделать классно, чем потом, потом, ну, менять это, да. Ну, вот, да, то есть, как вы видели, там, фотки работают, они, там, условно, с шестнадцатого года, да, у меня есть товары, вот, которые, там, сделались, там, в шестнадцатом-семнадцатом году, они до сих пор продаются, и тоже там продаются по, там, десять или сколько-то тысяч единиц, да, и, там, двадцать, ну, то есть, большие достаточно продажи. Ну, слушайте, тоже хочу сказать ребятам, что это не означает, что, допустим, вы обратитесь к Ярославу или кому-то другому, который вам сделает, там, топовые фотографии, да, и у вас будет все налажено на жизнь прекрасно, и вы, там, будете продавать, как Траванда или, там, Соракс или другие бренды, там, контейнерами в месяц, такого не будет, вы должны это понимать, да, что фотография играет важнейшую роль, понятно, но есть еще отзывы, да, количество этих отзывов, качество этих отзывов, правильно оптимизированный листинг в плане текстов, да, чтобы тайтл, буллит, все это должно быть грамотно настроено, и, естественно, Amazon реклама должна быть грамотно запущена, и со временем вы увидите результат, а не так, что вы сейчас закажете крутые фотки и думаете, что завтра там их загрузите, и у вас будут сразу продажи возрастут, как у Траванда, нет, такого не будет. Хорошо, Ирслав, слушай, мы можем какие-то бонусы сделать для ребят, кто досмотрел наше, наше видео, возможно, ты сделаешь бесплатную фотосессию, шучу, ладно, например, разберем, ну, давай ты, предложи, что ты можешь предложить, вот, какие-то... Давайте так, давайте сделаем какой-то конклюжн, да, со своей точки зрения я хочу сказать, что фотографии это не самое важное, но это очень важный элемент, потому что представьте, что есть две чашки по 15 долларов за каждую, вот, и... Они абсолютно одинаковые, и у одной фотки лучше, а у второй фотки хуже. Какую вы выберете? Лучше. Правильно, вот, и условно, как если у вас лучшая фотография, то вы можете продавать себе чашку за 16 долларов, а если у вас намного лучше фотография, то вы можете использовать то преимущество, написать, что у вас оригинальная чашка, ну, не важно, какая оригинальная, но вы пишете, наша чашка оригинальная за счет вашего контента, вам поверят, а вашему конкуренту нет. Вот, так, что касается бонусов, мы можем с тобой, например, если ребята захотят, вот, выйти еще раз в эфир и разобрать какие-то листинги, да, неважно, вот, какие это будут листинги вашего конкурента, вот, ваши листинги, да, мы можем там, условно, с Андреем бесплатно вам сделать концепцию или наше видение, как бы мы это сделали, и я бы это предложил, там, например, пятю написавшим. Пятю, которым, например, ты выберешь, давай, комментарии, которые ты выберешь, или какие-то вопросы, может, не спросим. Давайте, да, кто, там будут хейтеры сто процентов, да, вот, кто будет больше всего рубиться за нас, скажем так, в комментах, там мы будем делать, это будет. Друзья, как вам такая идея, напишите в комментариях, и в целом напишите, пожалуйста, вообще, возможно, какие-то темы я не раскрыл, да, мы не раскрыли с Ярославом, возможно, мы там в будущем еще сделаем какой-то подкаст, возможно, лайв сделаем стрим, чтобы мы могли пообщаться с вами в прямом эфире, да. Я в любом случае планирую в декабре провести вебинары, да, по запуску на Амазоне, где очень все детально будем проходить, как и прошлые вебинары, но уже с обновленной информацией, там очень много чего поменялось, поэтому это важно тоже все проговорить. Возможно, на каком-то из вебинаров мы подключим Ярослава и затронем еще тему фотографий, да, и вы там какие-то вопросы спросите, я думаю, это будет классно, вот, поэтому давайте, оставляйте комментарии, если вам такое интересно, то мы сделаем еще один подкаст, только уже в лайв-режиме, разберем ваши листинги или конкурентов, или ваши ниши, возможно, да, что можно сделать лучше, какие фотографии, как концепт какой-то, я думаю, это будет очень круто, потому что Ярика очень большой опыт в этом плане, и я думаю, что это вам поможет, эти идеи. в будущем. Окей, Ярослав, спасибо большое, что нашел время пообщаться. Вот, спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца, вот, ставьте лайк и где-то, и подписку. Лайк, коммент, подписка, я, кстати, Ярика тоже оставлю контакты ниже под видео. Окей, друзья, все, всем пока, до скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok